Добрый вечер в Красноярске 20.30. В эфире большие новости в студии Сергея Инжутов. Администрация Красноярска объявила конкурс на самый благоустроенный двор и район. И сегодня эту тему мы обсуждаем со всем краем в прямом эфире. Считаете ли вы, что все исключительно в руках нас, самих жителей, или этим делом должны заниматься только профессионалы? А, возможно, вы знаете дом или двор, где никаких призов не нужно, и все в руках самих жителей. Пишите ваши комментарии на страницах в социальных сетях. Также работает WhatsApp и Viber, и телефон прямого эфира 236-95-37. Ну а пока коротко о других темах выпуска. В Алматы, где проходят универсиады, работают официальные делегации от края. Какие переговоры прошли в столице студенческих игр. Мы здесь сегодня находим подтверждение правильности тех решений, которые нами выработаны. Более 20 врачей и фельдшеров переехали в Курагино за один только год. Как на юге края решают проблему нехватки медперсонала. Работать везде, так скажем, ответственно и тяжело, и есть свои нюансы здесь, на селе. Красноярский лесопожарный центр получил новую технику. Как она будет помогать в борьбе с огнем? Спутниковая связь обеспечивает, грубо говоря, по всему миру, в любую точку места. Можно и доложить информацию, и принять пакет информации. В Красноярске начался большой эксперимент по проверке семян сельскохозяйственных культур. Каким образом специалисты определят их качество? Мы посмотрим, что мы получим, и, конечно, мы пишем всегда письма и предприятиям изготовителям, если мы находим какие-то отклонения в их продукции. В Алматы сейчас работает группа специалистов из Красноярского края для того, чтобы подробно изучить опыт подготовки и проведения всемирных зимних студенческих игр. Сотрудники различных министерств и ведомств на объектах универсиады знакомятся с системами безопасности, логистики, медицинского обслуживания, организацией питания, а также с тем, как проводится работа со зрителями и спортсменами. О том, на каких объектах побывала делегация края в столице универсиады-2017, расскажет Андрей Стародым. С утра состоялась встреча руководителей Красноярского края, представителей исполнительной и законодательной властей, с руководителями Алматы и Казахстана, а также предпринимателями. Главная цель – поближе познакомиться. Общение прошло в формате делового завтрака. Руководители Алматы рассказали о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Красноярским краем. А как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко, и до универсиады между Казахстаном и нашим регионом уверенно развивалось экономическое взаимодействие. Конечно, хотелось бы и дальнейшее развитие двухсторонних экономических связей. Надо сказать, что товарооборот Красноярского края с Казахстаном в 2016 году по отношению к 2015 году лечился в 2,5 раза, но тем не менее еще есть максимум большие скрытые резервы. Есть масса направлений сотрудничества с точки зрения торговли природными ресурсами и продукции сельскохозяйственного производства встречно из Казахстана, ну и масса направлений сотрудничества в сфере высоких технологий. Во время проведения 12-го Красноярского экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между дирекциями Универсиад России и Казахстана. На предстоящем в апреле КЭФе, скорее всего, будут заключены конкретные экономические договоры, за дел, которым сделан сейчас в Алматы. За моей спиной ущелье Зайлийского Алатау. Высота над уровнем моря 3200 метров. Это самая высокая точка горнолыжного комплекса Шимбулак. После делового завтрака делегация Красноярского края побывала в горах. Эксперты осмотрели горнолыжные трассы, ознакомились с инфраструктурой комплекса Шимбулак, а также посетили высокогорный каток Медео, где во время проведения универсиады состоялись соревнования конькобежцев. Как отметил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи, законодательного собрания края Владимир Демидов, и после проведения игр связи между Казахстаном и нашим регионом нужно развивать и начать стоит с авиасообщения. В первую очередь, конечно, нам надо думать для развития, чтобы был прямой рейс между Красноярском или Алмато, или Астаной, потому что все возможные какие-то контакты, они, конечно, начинаются в первую очередь с простого, с перемещения, с туризма, и за этим уже тянется все дальше. До проведения всемирных студенческих игр планировалось, что в Алматы приедут около 30 тысяч туристов. В итоге, по предварительным оценкам дирекции универсиады 2017, за время проведения игр в Алматы побывало порядка 60 тысяч человек. Многие из них это жители Казахстана. Подобное может произойти и в Красноярске в 2019 году. Все жители нашего города Красноярска и Красноярского края должны быть готовы к наплыву туристов во время универсиады. И мы специально под универсиаду будем разрабатывать ряд маршрутов рядом с Красноярском, в Овсянку, конечно же, в Дневногорск. Я надеюсь, что наши улыбки, наша доброжелательность и после универсиады будет приводить к нам все больше и больше гостей, на что делает ставку, в том числе, конечно же, и Казахстан. Очень важно, чтобы город преобразился, чтобы красноярцы, так же, как алматинцы, почувствовали, что что-то такое произошло, что сделало город более комфортным, более интересным, более уютным, более современным, более удобным для жизни. Ну, прямо скажем, что Алмате это удалось. Руководители Алматы города и устроители этого универсиада, они очень доброжелательны, они готовы открыть все карты, с чем сталкивались сами. И это очень важно, и готовы не только рассказать, готовы приезжать к нам, помогать. Побывали эксперты и руководители края и на хоккейном матче, где мужская сборная России боролась за выход в финал с командой Канады. Россияне победили со счетом 4-1. Кроме наблюдения за ходом игры, специалисты ознакомились с Халык-ареной, построенной специально для универсиады, а также пообщались с руководителями Алматы и Федерации студенческого спорта о нюансах подготовки и проведения уже следующей Красноярской универсиады. Мы здесь сегодня находим подтверждение правильности тех решений, которые нами выработаны. Однако проведение универсиады – это такое событие, так много факторов на него влияет, что их хорошо бы все постараться заранее учесть. После визита в Алматы делегации края, скорее всего, появятся новые решения для того, чтобы всемирная зимняя универсиада в Красноярске в 2019 году прошла безупречно. Андрей Стародым, Андрей Крупнов – Новости. В Алматы в составе делегации от края находится и председатель законодательного собрания Александр Ус. И вот что он рассказал нам сегодня по телефону. Пребывание здесь в Красноярской делегации, думаю, очень полезно, прежде всего, для подготовки наших игр, которые пройдут, как известно, через два года. И, что не менее важно, ощутить атмосферу и приобрести дополнительную мотивацию, драйв для того, чтобы игры прошли для красноярцев и прошли на качественном уровне. Ну и очень символичный момент, конечно, сегодняшнего дня – это передача флаговому универсиаду делегации красноярского края, ГОЛДА Красноярска. И я думаю, что это придаст дополнительной ответственности. В Красноярске стартует конкурс на самый благоустроенный район и двор. В нем могут поучаствовать все жители. На выбор больше двух десятков номинаций. Причем в этом году появятся и новые. Анна Московских с подробностями. Свердловский район стал победителем конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска» по итогам 2016 года. Он взял 11 призовых мест из 60 возможных. Например, вот эта придомовая территория по адресу улица Ключевская 101 стала серебряным призером в номинации «Лучший двор, благоустроенный с помощью жителей». В прошлом году в конкурсе было 20 номинаций. В этом уже точно появятся еще две. «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенных учащимися». И «Лучший спорт-объект, созданный при участии жителей». «Но они не только должны просто появиться, там должны быть какие-то увлекающиеся жители, которые должны заниматься. Эти объекты могут быть построены и пожилыми жителями. Мы прекрасно видим, как пожилые люди подтягиваются на турнике до 60-70 раз. Здесь, соответственно, здоровый образ жизни как раз и будет приветствоваться. То есть они должны быть активно, двор участвовать в каких-то внутренних соревнованиях». К другим номинациям изменится подход. Жюри будет принимать во внимание год постройки дома. А благоустройства, которые проводят небольшие фирмы, оценивать отдельно от того, что делают крупные компании. Номинация, которую только планируют ввести «Лучший зимний двор». Жюри будет оценивать созданные жителями горки, снежные и ледовые скульптуры, а еще наряженные новогодние елки. Конкурс на самый благоустроенный район стал уже по-настоящему народным. Если в 2014 году было подано чуть более тысячи заявок, то уже в 2016 в четыре раза больше. Организаторы надеются, что в этом году количество активных и креативных красноярцев увеличится. Члены жюри делятся впечатлениями от прошлогодних конкурсантов. Люди создают своими руками удивительную красоту. А что еще важнее, такая совместная работа объединяет семьи, а в конечном итоге и всех жителей дома. «Папа выходит что-то делать, например, выкопать яму под дерево, ребенок ему там несет лейку, мама там здесь же что-нибудь еще помогает. То есть конкурс направлен на то, чтобы, думаю, очень правильно людей вытащить из квартир, чтобы они не были у нас, так сказать, за своими дверьми закрыты, уединены. А именно вот эта дружность двора, она как бы проявлялась в инициативе сделать вместе». «Жители очень часто, к сожалению, готовы пошуметь против чего-нибудь плохого. Но вот взять ответственность за свой дом, за свой двор, за свою улицу, за свой район не так часто готовы. И этот конкурс как раз направлен на то, чтобы простимулировать самих жителей, самих жителей заниматься своим домом». Призовой фонд в этом году более 5 миллионов рублей. Из них 300 тысяч получат победители в номинации «Самый благоустроенный двор». Кстати, согласно правилам, выигрыш можно направить только на дальнейшее облагораживание территории вокруг дома. Еще один нюанс – занявшие первые места в прошлом году не будут участвовать в той же номинации. Зато могут попробовать свои силы в другом направлении или даже поработать в жюри. Анна Московских, Алексей Овсянников, Новости. Эту тему мы сегодня обсуждаем в прямом эфире. В течение дня вы оставляли свои мнения и комментарии в наших группах в социальных сетях, в Айбере и Ватсапе. В студию уже пришла моя коллега Наталья Винокурова. Добрый вечер. Наталья, какие мнения есть уже к этой минуте? Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, телезрители. Да, 5 миллионов рублей предлагает администрация на благоустройство Красноярска, на благоустройство придомовой территории. И как освоить эти деньги красиво и с умом эстетично? Мы спросили сегодня у вас. Виктория Майер во Вконтакте отозвалась первая. Вот что девушка написала. Я думаю, что благоустройством двора должны заниматься ТСЖ совместно с инициативными жильцами, а вот благоустройством района власти. Например, хочу привести двор на Куйбешево, 93 в Красноярске. Там вот прям вау, пишет Виктория, перед домом цветы, кусты, ухоженная детская площадка. А занимаются этим консьержи этого дома. Ну что же, сопартнерство это вообще хороший пример, поэтому объединяться, и тогда результаты, наверное, вы правы, Виктория, будут лучше и крашем. Александра Чельтемова написала, когда уже благоустроят пустырь во дворе домов Кирова, 37 и Марковского, 73. За домом музеем Сурикова. Там несколько лет назад снесли деревянные бараки, а на их месте так ничего и не построили. Все бурьяно поросло, и строительный мусор валяется. А это ведь центр города, замечает Александра. Ну что же, Александра, что можно вам посоветовать? Уточнить, относится ли этот пустырь, как придомовая территория, к Марковскому, 73. И если да, то тогда выдвинуть свои идеи, возможно, получить гранты, которые предполагают значительные суммы для благоустройства района в рамках конкурса «Лучший двор в Красноярске». И Лена Тарасова написала, благоустроенный район понятие размыты. Для меня это комфортно. И наши тротуары нельзя назвать комфортными. И, может, я немного не в тему, но вот выезд в центр, даже выходные через улицу Лады Кисхавели, некомфортный, потому что все время есть лишь пробки. Благоустроенный район для меня это чисто и комфортно. И здесь, конечно, возникают вопросы к самим жителям, потому что у нас есть хорошая аллея на улице Минжинского, но все, что было сделано для детей, уже разломали. Вопрос интересный, да, соотношение тех, кто делает, и тех, как к этому относятся, соседи или, ну, скажем так, пришлые товарищи в этот микрорайон. Ценят ли они наш труд? Я напомню, телефон для вашего мнения, прямого эфира 236-95. 37. Вы можете позвонить прямо сейчас нам и высказаться по поводу своих идей и благоустройства своего собственного двора. А, может быть, вы видели отличный пример, с которым можно как раз взять проект и воплотить его в жизнь. Петр Боков интересуется, есть ли ограничения для жильцов, желающих принять участие в конкурсе. Ведь в благом порыве люди могут не украсить, а, напротив, изуродовать свой двор, к примеру, какими-нибудь безвкусными композициями из автомобильных шим или чем-нибудь подобным. К этому вопросу мы, Петр, обязательно еще вернемся. Мне подсказывают в аппаратность, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я из Каннска. Виктория, здравствуйте. Если мне не изменяет память, то в Каннске тоже есть подобные проекты по типу Красноярского лучшего двора. Действительно это так? Я не ошибаюсь? Да, вы не ошибаетесь, это есть. Ну, скажите, каким двором может похвастаться Каннск? Может быть, вашим, там, где вы живете? Что в нем особенного и интересного? Нет, у нас есть в северо-западном, по-моему, если я не ошибаюсь, двор, так, 45-й дом. Да, у нас там жители обустраивали своими собственными руками двор. Вот, там, сделан колодец, типа, человечки какие-то, гусеницы. А какие-то дворы, что бы вы сделали в собственном дворе? Взяли бы на себя какую-то работу? Да, мне очень понравилась там лавочка, как, типа, влюбленных и сидят обнявшись. Хорошо, спасибо большое, Виктория, вам за ваше мнение. Поступайте к примеру Виктории из Каннска, звоните по телефону прямого эфира 236-95-37. На этом временно я закончу тему, и мы вернемся к благоустройству дворов жилых домов. Вместе с нашим гостем, он появится в этой студии чуть позже, руководитель администрации железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук. Ну что же, если у вас есть идеи, как освоить деньги, пишите нам в Ватсапе и Вайбере плюс 7 933-336-7172, это для ваших сообщений, телефон прямого эфира 236-95-37. И Сергею я передаю пока слово. Сергей? Спасибо, Наталья. А сейчас коротко о том, что нас ждет далее в выпуске. Какую новую технику получил Красноярский лесопожарный центр, расскажем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Вернемся к новостям. С лесными пожарами в Крае теперь будут бороться при помощи новейших технологий. Леспожарный центр получил новый подвижной оперативный штаб, мобильные пункты управления и снегобалат-оход. Сотрудники уже прошли специальное обучение для работы с этой техникой, а сегодня для них провели практические занятия. Как отмечают сами пожарные, новинки окажут неоценимую помощь в борьбе с возгораниями в лесах, позволят быстрее заставлять необходимые силы к очагам и своевременно передавать информацию в диспетчерскую. Все машины снабжены системой жизнеобеспечения, автономным генератором, а также спутниковой связью, радиостанциями и выходом в интернет. Плюсы, если это интересно в данных автомобилях, именно то, что, как и было сказано ранее, что обеспечивается связь как в ближнем радиусе действия, то есть непосредственно на пожаре руководители тушения пожара взаимодействуют с работниками, работниками, осуществляющими локализацию, ликвидацию очага пожара, доклад в диспетчерские центры, то есть на расстоянии 100 до 400 километров, и спутниковая связь обеспечивает. Связь, грубо говоря, по всему миру, в любую точку места можно и доложить информацию, и принять пакет информации. На юге региона успешно решают проблему нехватки медиков. Благодаря так называемому подъемному миллиону и неплохой зарплате в поселке Курагино почти не осталось свободных вакансий медперсонала. За последний год туда переехали более 20 врачей, фельдшеров и медсестер. С подробностями Ольга Максюшина. Тут у меня хранятся стерильные инструменты, то есть у меня есть все необходимое для моей работы. В Курагинскую поликлинику врач-дерматовенеролог Юлия Бурнакова приехала из республики Хакасия. Закончила Сибирский государственный медицинский университет в Томске и решила перебраться на село. Работу нашла благодаря федеральной программе «Земский доктор». Государство в качестве поддержки выплатило молодому специалисту 1 миллион рублей. Так начинающий врач решила улучшить свои жилищные условия. Если бы не программа, вот честно, я бы сюда не приехала. Я бы работала где-нибудь в городе, это вот в любом случае. А так как тут эта программа работает, вот мне пообещали и выполнили ее, поэтому я вот призываю, пусть к нам едут еще молодые доктора. Молодых медиков привлекли не только хорошие деньги, но и возможность помочь жителям района. Начав работать, врачи были приятно удивлены условиями и оснащением рабочих мест. Население отличается, соответственно, город и село. Ну, работать везде, так скажем, ответственно и тяжело, и есть свои нюансы здесь, на селе. Еще буквально год назад в местной больнице и поликлинике штат врачей был заполнен только наполовину. За 2016 год на работу в Курагинский район приехали более 20 медиков. Врачей, фельдшеров и медсестер. Благодаря земским докторам качественную медицинскую помощь сегодня люди получают, не выезжая за пределы поселка. По педиатрии мы укомплектовались полностью. К нам приехали три врача-педиатра. Места у нас педиатрически заняты. Терапевтов к нам не приехало ни одного. Поэтому терапевтические вакансии у нас свободны. Три вакантных должности по Курагинам и по перифериям. Две в Краснокаменке, Артемовск у нас пустой, Кашурникова. Сегодня молодые работники медицины живут в съемных квартирах. С арендой помогают краевые власти. Местные же чиновники обещают в ближайшие два года построить целую улицу домов для работников бюджетной сферы. К нашим районам сформированы в Кураге на участке две площадки, 10 одноквартирных жилых домов по улице Крымская и два 16-квартирных жилых дома по переулку Линейных. Планируется построить. На 2017 год мы подаем документы на конкурс, они уже сформированы. Сейчас территория остро нуждается в лоре. Руководство больницы уверено, долго это место пустовать не будет. Уже ведутся активные поиски кандидатов. Укомплектовав штат районной больницы, подыскивают медиков и для отдаленных сел. Вакантные места в Курагинской больнице еще есть, но больше всего специалистов ждут именно в селах. Сельчане даже дом готовы подыскать, лишь бы у них появился свой земский доктор. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, новости. А теперь возвращаемся к основной теме выпуска. Объявлен конкурс на самый благоустроенный район и двор. Что лучше, оставить детали благоустройства на усмотрение жильцов или этим должны заниматься исключительно специалисты? Обсудим это с нашим гостем. Его встречает моя коллега Наталья Винокурова. Здравствуйте. Еще раз у нас в студии Юрий Савчук, руководитель администрации железнодорожного района Красноярска. Юрий Геннадьевич, добрый день. Добрый вечер. Скажите, ваш район дважды становился победителем в этом конкурсе. Может быть, вы знаете какой-то секрет, как получить грант? Какой самый успешный проект? Более спортивный или озелененный, не знаю, например. Ну, конечно, если наш район занял два года подряд призовые места, то это говорит о том, что у нас люди на территории железнодорожного района больше любят свою территорию. И они вот этим своим отношением, наверное, доказали любовь своему району, любовь своему городу. А что они делают в основном? То есть какие у них идеи? Можно сделать какой-то такой своеобразный рейтинг? Да, у каждого человека своя красота, понимание красоты. Один делает из шин лебедя, другой садит клубу красивую, третий делает машинку детскую, четвертый рисует фасад красивый, делает зеркальным его. И когда это все объединяется, у нас с вами получается красивый город, и через это проявляется любовь жителей к своему городу, к своему району. То есть моночерты благоустройства в железнодорожном районе дворов нет. Люди по-разному себя проявляют, да, и что-то одно вывести нельзя. Но как-то за тенденциями вы следите современного благоустройства? Ну, вообще мы говорим о том, что когда проявляются лучшие в районах по номинациям, да, и я думаю, что наши, по крайней мере, участники конкурса, они, конечно, ездят в другие районы, смотрят, как те делают, чтобы что-то новое привести у себя на территории. Ну, здесь, по-моему, в любом случае это все открыто, и я думаю, что лучшее всегда выбирается. Хорошо, а как вот фильтруются эти заявки? Конкурс заявок стал в четыре раза больше, насколько я поняла из нашего материала? Ну, если мы сегодня говорим о первой конкурсе в 2014 году, то в нашем районе 92 заявки было подано. В 2015, там уже в четыре раза больше, 280. Значит, и вот в 2016 году у нас 350 заявок. Вот интересно, наверное, тоже инициативный житель, к нам звонит, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или мнение. Здравствуйте, меня зовут Алена, я живу в городе Кастоярске. Хочу сказать, что, во-первых, по благоустройству дворов должны заниматься ТСЖ, управляющие компании. Люди-жильцы должны поддерживать то, что они имеют во дворе. Это одно. А что касаемо района, я живу в Кировском районе. А в Кировском районе нет места, куда можно было бы сходить и отдохнуть, кроме пространства Каменки. В конечных автобусах 89-го ДК автомобилистов, Кировский, прилегающий к ним парк, он пустует. Там нет ничего. Хотя обещали сделать какие-то спортивные сооружения, озелените, чтобы там люди могли выйти погулять с детьми, с колясками, старики посидеть на лавочках, отдохнуть. Я поняла, Алена, вы говорите о более масштабном озеленении, как раз это уже и власти района, и города. А вот что касается, кстати, вот таких мест, где можно прогуляться, парки и сады. Я пока езжу, вижу в вашем, в той части города, что у вас популярны какие-то горки во дворах. Какие формы малые, архитектурные, приветствуются? Ну, допустим, если мы говорим в масштабах, как в масштабах района, о чем сейчас жительница говорила, то, вы знаете, Копылова, у нас появился там сквер, памятник первому губернатору. А если конкретно территориально к дому? Нет, а давайте дальше посмотрим все-таки. И когда ноу-хау наше было, и мы заняли первое место, как самый благоустойный район города Косновецка, мы, конечно, призовые деньги использовали для Кашпо. Если вы едете по улице Копылова, видели на ограждениях цветочные Кашпо размещены. И, конечно, эту идею мы хотим дальше продвигать и на проспект Свободный, и на улицу Железнодорожников, и на Новый, вот, в районе Космоса. И, возможно, даже вот в дворы, чтобы подчеркнуть такую особенную территориальность, да? Хорошо, у нас еще есть один звонок, очень популярная тема. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и ваше мнение? Я Людмила Германовна. Что мое мнение? Мое мнение, конечно, чтобы каждый двор был красивым, и люди, жильцы принимали участие в этом. А вы сами принимаете участие, да? Я правильно понимаю вас? А? Вы сами принимаете участие, что-то делаете в собственном дворе? Да. А что именно? Ну, я сажу цветы около подъезда. Хорошо. А как относятся остальные, вот там, не знаю, соседи, или те, кто приходят в ваш двор? Ну, когда я начала садить первоначально, садила только я, но еще, правда, около шестого подъезда там Анна Кондратьевна садила. А потом стали и другие, значит, люди принимать участие. И как-то один газон у нас, два, получается, газона, ну, будем говорить, ухоженные. Посажены цветы, многолетники, и такие цветы, однолетники. Это здорово, спасибо большое. Если мы правильно поняли, то вот как раз старшее поколение стало таким толчком, да, для того, чтобы потом как-то приснились. А кто активнее вообще, молодежь? И хочется привести пример, когда в 2014 год вот у нас появились эти дворы, и у нас в первую очередь, конечно, люди пожилого возраста первые вышли, они зажгли молодежь, и я вот по одному двору шел, видел, как рядом молодежь, говорит, она мимо проходить не могла, делали машинку, делали кораблик. И то есть вот здесь вот самое важное то, что именно эти мероприятия объединяют людей, как раньше у нас. То есть это тоже цитральное больше, да? Да, и люди понимать начинают, что они дорожат тем, что сделано, и они украшают. Хорошо. У нас вот еще есть один комментарий. Оксана написала в WhatsApp, проблема города маленькие дворы, в нашем же Дорожников 19 адрес. Есть бар, с другой стороны, супермаркет. Если мы облагородим двор, то нам все вытащатся разные гуляющие товарищи. Что посоветуете? Как поступать людям в таком случае? Ну, во-первых, у них двор, который возле дома, это домовая территория. Если они проведут собрание, решат поставить ворота, ограждение, ворота входные с номерами там, значит, все можно ограничить, ограждение это ставить, и чужой человек туда не попадет. Но для примера могут пройти, прогуляться на Северо-Несейской 44Г, и поймут, о чем я говорил. Хорошо, спасибо большое. Мы надеемся, что руководство будет применено в нужном русле. Напомню, что на вопросы ваши и мои отвечал сегодня глава Железнодорожного района Юрий Савчук. Спасибо большое. Мы эту тему обязательно продолжим. Наши контакты для общения с вами вайбер и ватсап плюс 7 933-336-7172 и телефон прямого эфира 236-95-37. Я снова передаю слово Сергею для того, чтобы он дополнил сегодняшнюю картину дня. Сергей. Спасибо, Наталья. Оставайтесь с нами, и мы расскажем, почему после пенсии жизнь только начинается. Продолжаем выпуск. После пенсии жизнь только начинается. Под таким девизом выступили участницы соревнований «Старты здоровья», которые прошли в Красноярске. Как оставаться веселым и энергичным, даже когда тебе далеко за 80, узнаем мы следующего сюжета. Уютные плеты тихие вечера перед телевизором не для наших героиней. Эти женщины за активный образ жизни участвуют в спортивных соревнованиях. 9 команд, в каждой по 8 энергичных дам. Многим из них уже за 80, а заряда бодрости столько, что позавидует любой школьник. Сначала небольшой инструктаж, а после эстафета с мячом. Пока одни участницы борются за победу на поле, другие активно болеют за подруг. Говорят, дружат уже много лет, вместе занимаются в группах здоровья, которые 15 лет назад организовала администрация города. Спорт стал неотъемлемой частью жизни всех членов нашей команды. Мы не только участвуем в этих соревнованиях, хотя же годно мы принимаем в них участие. Мы принимаем участие в группе «Скандинавская ходьба». Еженедельно ходим на боулинг, ходим на плавание в бассейн. В общем, скучать некогда. Это увлечение, это смысл сейчас в жизни. Это дает такое радостное общение, такой стимул жить, дерзать. Вечером на танце во дворе пруда, репетиция по бальнам. А в среду опять культура, потом правнуку, потом правнучке. А бабла еще вырастить правнучку. Четыре с половиной года. У меня один сыр, два внука, и правнук, и правнучка. Я счастлива. А еще пенсионерки говорят, как бы банально не звучало, спорт – это жизнь, чувствует себя намного лучше. Я вот когда пришла, я вижу, женщины интересовались. Некоторые по шесть, по семь лет ходят. И даже хирург, хирург, вот они посещают. У кого-то ножки, у кого-то коленочки. Ну, то есть в этом возрасте все равно приходят болячечки. И им говорят, занимаешься, продолжай заниматься. То есть это приносит пользу, я вам говорю. Чтобы победить в соревнованиях, участницам пришлось буквально вырывать победу у соперниц. Оказалось, пенсионерки отлично умеют вести футбольные и баскетбольные мячи. А вот управляться с хоккейной клюшкой оказалось сложнее. Но с испытаниями справились все. Были элементы из игровых видов спорта, которые, как я посмотрел, очень легко удались нашим участникам соревнований. И судя по тому, как завершаются эти старты, ну, мало мы предусмотрели для них различных испытаний. На следующий год, я думаю, мы побольше придумаем. Немножечко усложним, чтобы они хотя бы не только как разминку это восприняли, как сейчас, а чтобы немножко устали. Ну, а если вы тоже хотите заняться спортом и разнообразить свою жизнь, обращайтесь в Дирекцию спортивно-массовых мероприятий. В группу здоровья может записаться любой красноярец старше 55 лет. Занятия бесплатные. Ольга Тишинина, Ирина Давыдова и Виктор Александров. Новости. А сейчас вновь к основной теме выпуска. Чей район и двор станет самым благоустроенным. Что для этого, собственно, нужно? Личное желание, творческий полет и золотые руки? Или только идеи специалистов? В студии вновь моя коллега Наталья Винокурова. Наталья, скажи, а вот какие работы, например, в собственном дворе, ты бы готова была взять на себя? Сергей, ну, мое личное желание, это, допустим, фонтан или альпийская горка. Мне кажется, это выглядит красиво и, в принципе, впишется в концепцию моего двора. Но вот что думают остальные жители, наши соседи, в том числе Мария Ружницкая написала, что задача властей сделать удобный подъезд к дому, песочницы, песок привезти. А от нас зависит выращивание роз, ну, или то и другое, да, цветов. И хорошо, что по всему краю есть дома с соответственными, дружными людьми, на чьи дворы приятно взглянуть. Анастасия Васильевна, вот, что отмечает, что это прекрасная инициатива, конкурс такой. У нас во дворе соседи постоянно как-то украшают двор и высаживают цветы. Летом все благоухает. Таких инициативных людей надо обязательно поддерживать. Глядишь, их станет больше. И у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Расскажите, что вы готовы были сделать бы в своем дворе? Вы знаете, в своем дворе я готова следить за порядком, за элементарной чистотой. То есть вы готовы мести двор? Не мести двор, но я готова следить за тем, чтобы, например, ночью компании и молодежи не оставляли там мусор. Жаль, что не всегда правоохранительные органы в этом помогают, потому что был конкретно случай, непосредственно был рядом экипаж правоохранительных органов. И у нас на аллее сидела компания, распивала спиртные напитки, бросала окурки, тут семечки еще. Портила красоту в вашем дворе или при домовой территории. Хорошо, спасибо большое, Наталья. Я надеюсь, что и для вас найдется работа стража ночного в вашем дворе, позручно, с какими-то техническими средствами. Вот Любовь Юрьева, допустим, просит тех, кто благоустраивает изначально дворы, застройщиков, видимо, делать дорожки там, где ходят люди, а не там, где по плану. И тогда никто их не будет вытаптывать, и все будет красиво. Ирина Маркова, любой двор будет благоустроенным, если сами жители будут следить за чистотой. Мнение совершенно справедливое. И Марина писала каждому двору по фонтану. Трирую, конечно, но мы живем недалеко от реки, на Карамзина 13 и 15. С соседями давно обсуждаем появление тренажеров во дворах, было и дело даже сделать фонтаны. Многие готовы платить за расход воды. С удовольствием озеленим наш двор тоже, где бы саженцы взять. Можно даже мини-парк разбить. Ну, режимы можно какое подвести? Житель – это житель квартиры, житель – это и собственник не только своей квартиры, но и двора. Креативьте, выступайте с инициативами, до середины лета есть время. Но я напомню, что мы в «Больших новостях» в 20.30 на телеканале «Инисей» каждый день обсуждаем какую-то важную тему и спрашиваем ваше мнение, и переадресуем, возможно, ваши вопросы. Запишите номера, по которым можно с нами связаться. Это плюс семь девятьсот тридцать три триста тридцать шесть семьдесят один семьдесят два. Сюда можно писать. А вот по телефону прямого эфира двести тридцать шесть девяносто пять тридцать семь. Можно дозвониться в студии, как многие сегодня сделали. Всем спасибо. Я на этом слово передаю Сергею. Спасибо. Ну вот, кстати, сейчас будет полезная информация для тех, кто собрался облагородить свой дом, двор зеленью. Красноярский центр стандартизации и метрологии, сотрудники Аграрного университета, запускают большой эксперимент по проверке качества семян. В преддверии дачного сезона эксперты закупили десятки образцов отечественной и импортной селекции. Различные сорта свеклы, моркови, томатов, огурцов, редиса, салаты, петрушки. Выбирали разновидности, наиболее популярные у дачников и садоводов. При этом, как говорят специалисты, качество посадочного материала вызывает немало нареканий у жителей края. Чаще всего люди сталкиваются с тем, что семена попросту не всходят. Это может быть связано с неправильными условиями хранения. В частности, семена нельзя держать в холодильнике и в местах с повышенной влажностью. Бывает и так, что в пакеты фасуют просто старые семена. И еще одно нарушение – это несоответствие сорта, заявленному на упаковке. Здесь сюрприз более неожиданный, чем, скажем, отсутствие схожести. Схожесть мы, допустим, у себя в огороде весной через две недели определили, что у нас не схожие. Мы пересеяли. Или когда мы выращиваем три месяца и не получаем ту продукцию, которую хотели. Это, конечно же, гораздо более обидно. В течение ближайших недель закупленные семена будут проращивать. Для них создаются идеальные условия – температура, влажность и освещенность. Специалистам предстоит определить всхожесть, то есть сколько единиц дадут ростки, а также энергию прорастания. Попросту говоря, как быстро рассада будет набирать силу. Первые результаты появятся через полторы недели. Мы посмотрим, что мы получим. И, конечно, мы пишем всегда письма и предприятиям, изготовителям, если мы находим какие-то отклонения в их продукции. Поэтому первый опыт, я думаю, что производителям семян тоже будут даны какие-то рекомендации, если выявятся какие-то отклонения от нормативной документации. Жителям края рассказали, как успешно развивать дачное хозяйство. Сегодня в Красноярском аграрном университете прошел семинар для председателей садовых обществ. Речь шла о нововведениях в законодательстве, а также программах, которые действуют в регионе для поддержки садоводов и огородников. Вопросов по этой теме оказалось много. По официальным данным, сейчас в нашем крае около миллиона людей имеют свои участки. И по поручению губернатора Виктора Толоконского, Министерство сельского хозяйства напрямую работает с дачниками и помогает разобраться в той или иной проблеме. Что интересует новое в законодательстве у нас, потому что с 1 января 2017 года приняты какие-то новые законы, какие-то новые положения. Хотелось бы это послушать, может быть, задать вопросы. Сейчас мы собираемся все это взять под свой контроль и наладить такую глубокую системную работу, опираясь, прежде всего, на тех людей, которые непосредственно связаны с ведением садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Мы работаем с Советом ветеранов, союзом садоводов Красноярского края, с руководителями садовых обществ, с главами районов. И уверены, что в самое ближайшее время нам удастся, скажем, выработать такой системный подход. На этом пока все. Информационные итоги дня в 23.30 подведет моя коллега Наталья Винокурова. Телефон для ваших сообщений 236-01-36. Наш сайт в интернете enisei.tv. Через минуту расскажем о погоде на завтра в городах края, а пока еще немного полезной информации. До свидания.